При допросе свидетеля ввести только аудиозапись. На заседании по делу экс-руководителя краевого транспортного управления Константина Мандрова и экс-премьер-министра края Юрия Лапшина сегодня допрос свидетеля. Игорь Иванов возглавляет муниципальное предприятие управления по строительству Красноярского метрополитена. При проектировании подземки компании «Красноярск ТСИС», которая закончилась, по мнению прокуратуры, масштабными хищениями, Иванов оказывал подрядчику информационные услуги. У него большой опыт метростроя был причастен к прокладке тоннелей в Новосибирске, Алма-Ате и Красноярске. На допросе он вспомнил, что подрядчик подготовил проект с множественными, цитата, косяками. Иванов посетовал, что его управление не сделали заказчикам работ по метро. Говорит, была дорожная карта, реализация которой должна была к этому привести, но решение так и не было принято. Обвиняемый Лапшин задал ему вопрос про это, так как судья запретил снимать на камеру допрос свидетеля. Приводим его аудиозапись. Мы с вами действительно знакомы на один год. Почему вы не воспользовались возможностью присутствия на совещании, либо после него, и не проинформировали меня о том, что от ваших услуг, качество заказчика, или как технического заказчика, что тоже невозможно, отказались. Ваши опасения, связанные с тем, как реализуется корректировка проекта строительства, для Красноярска. Почему вы с возможностью ничего не сказали? Есть же дорожная карта со всеми подписями, и ваше письмо на ОСА, чтобы ее утвердить. О чем можно было говорить? Напомню, прокуратура считает, что и Мандров, и Лапшин знали о недостатках подготовленного компании «Красноярск ТСС» проекта, но все равно приняли документацию без замечаний и оплатили более 740 миллионов рублей. Иванов на допросе показал, что обвиняемый Мандров специально, чтобы, перефразируя его слова, прикрыть свою пятую точку, заказал экспертизу проекта у независимой организации. Она также пришла к выводу, что разработанные документы противоречат требованиям закона. Вот как обвиняемый в получении взятки и превышении должностных полномочий комментирует показания Иванова. Как вы считаете, он подтверждает вашу невиновность или что он, по сути? Я никак не считаю, в суд считаю. Экс-премьер-министр Края Юрий Лапшин, обвиняемый в превышении должностных полномочий, сегодня вновь без энтузиазма общался с прессой. Журналисты пытались спросить его о роли бывшего губернатора УСА в проектировании метрополитена, но Лапшин пока не преклонен. По поводу того, кто что знал, у меня есть, конечно, свое мнение. Как мы с вами уже договорились. До завершения процесса я все, что происходит на процессе, не комментирую. Спасибо большое. Ну а свидетель Игорь Иванов, который знал о недостатках проекта метро, но предпочел не выносить ссор из избы, теперь точно уверен, что метро в Красноярске построят. Я надеюсь, что красноярцы, так долго ждавшие метрополитен, первые, в отличие от амичей, черябинцев, увидят наконец-то этот вид транспорта воочию. После допроса свидетелей Иванова судебное разбирательство сегодня завершилось. Следующее намечено на 3 ноября. Стороны будут вновь допрашивать свидетелей, на этот раз специалистов-метростроителей из Москвы. Виталий Поляков, Даниил Мамонтов. Новости ТВК.